Давайте начнем знакомство с тактикой в арбитраж и сегодня рассмотрим дашборд, что здесь есть и для чего это. Итак, это вот первая вкладка слева, когда мы заходим в тактику в арбитраж. Что значит у нас есть? У нас есть дата, когда снимают деньги по подписке, либо если у вас годовой план, если вы оплачивали один раз, это будет дата, когда вам даются новые минуты. Значит, в стандартный план включено 40 тысяч минут, и если вы используете больше, то вы покупаете дополнительные минуты. Вот здесь у меня стоит, что я использовала в этом месяце, 46 790. Вот, дальше справа мы видим, сколько у меня активных серчей, поисков, сколько идет сканирование. Опять-таки, здесь может быть, например, 20, но из них только 7 будет активных, которые действительно сканируются, и остальное до 20 это будет как бы стоять в очереди, то есть не одновременно они сканируются, а по очередности, в порядке добавления. Сколько здесь получается, сколько поисков у меня закончено. Дальше мы смотрим, есть такие рубис, да, вот у меня 46 тысяч, что это такое? Перейдем в магазин этих рубис. Рубис, они добавляются автоматически, просто за пользование товаров, я не знаю каких-то там алгоритмов, просто они постепенно добавляются, добавляются. Вот, и здесь за вот эти рубис вы можете купить какие-то дополнительные параметры для вашего тактика в арбитраж, да. Ну вот из всего, что бы я сделала, что бы я посоветовала купить, когда у вас будет уже какое-то такое количество, да, рубис. Вот я бы увеличила, например, активных сканирований, как я сказала, это 7, да, вы можете увеличить на 1 за 50 тысяч рубис. Как вы помните, у меня 40 с чем-то, вот 50, то есть у меня еще недоступно, да, это. То есть вот это я бы рассмотрела, потом я бы рассмотрела, ну, возможно, вот это, да, то есть это увеличит ваше количество, ну, то есть вы вот запускаете скан, например, на 25 тысяч эйсинов, и у вас по прошествии какого-то времени он просто закончится, даже если ваши эйсины не все были отсканированы. И вот это увеличит время сканирования на 7 часов. Увеличивая ваш, ну, вот кэш, да, то есть кэш, это мы будем проходить позже. Кэш дается 5 дней, и можно его увеличить, получается, до 10 дней, это тоже 50 тысяч рубис. Так, ну, значит, поначалу вам это, скорее всего, не нужно будет, но хорошо это знать на будущее, если вы будете постоянно пользоваться этой программой. Потому что, как я сказала, эти рубис, они не так быстро накапливаются. Так, идем дальше. Значит, здесь вот Always Be Scanning, и у меня стоит On, то есть это активно, да, можно его отключить, но я бы советовала не отключать, потому что сейчас минуты платные, и вот когда у вас стоит On, эти минуты, они не тратятся. То есть это, это как бы машина, да, это что-то такое, серии автоматического сканирования всех сайтов и поиск как бы сделок, да, то есть такой какой-то автомат, какой-то рандом, то есть он постоянно сканирует и добавляет продукты, которые он нашел. Вот у меня 1831 продукт, который он добавил, мы тоже можем это рассмотреть, поэтому я бы советовала ставить это On, опять-таки, и у нас не снимаются, ну, вот эти минуты, да, за которые сейчас, которые сейчас платные стали с какого-то времени. Итак, дальше, вот эти вкладки, да, каких-то вкладок у вас может не быть, например, вот этот Amazon Flips, если у вас другой план. У меня план вот этот, называется Full Suite, если у вас будет, например, вот такой, он, я бы, наверное, начала вот с этого, он вам не нужен прям сразу Full Suite, вы всегда можете сделать upgrade, но это как бы решайте сами. У меня вот этот был очень долго, как бы его за глаза хватает. Единственное, здесь нет Wholesale, и здесь нет Amazon Flips, то есть если вы хотите покупать на Амазоне и продавать тоже на Амазоне. Здесь у нас есть панель, значит, это обычные сканы, это вот, как я сказала, это Amazon на Amazon, reverse scan, то есть здесь идет синяя, это количество продуктов, да, и оранжевая, это количество сохраненных продуктов, которые можно тоже почистить, то есть перейти, вот мне надо почистить, перейти и почистить их. Вот, Wholesale, опять-таки, если у вас другой тариф, то его здесь не будет, и Library. Так, и на каждый, например, мы можем перейти, то есть это будет обычный скан, и это будет reverse scan, то есть это, как бы, информация будет просто накапливаться в разных источниках, в зависимости от того, какой это скан. Вот здесь можно нажать View, и вот здесь View, это будут разные, как бы, разная информация будет, окей, с разных сканов. Product variation, что это такое? Это, например, я уже смотрела, он немножко сегодня не работает, почему-то, но я покажу на принципе, что должно быть. То есть мы берем какой-то Asin продукта с вариацией, то есть здесь есть вариация, да, это какой-то аналог кипы, что-то из серии такое быстрое, например, мы можем поставить, за какую цену я это купила, и здесь нажать Fetch Information. И он загрузит вариации. Вот, по идее, вот здесь должно быть количество отзывов, почему-то здесь стоит нули, я не знаю, что-то подломалось здесь, и вы можете отсортировать по количеству и посмотреть, какая самая популярная вариация. Опять-таки, еще раз, здесь вот сегодня нули, не знаю, что у них случилось, что-то подломалось. Бывает, что вот так, да, мы можем отсортировать здесь. Так, Tactical Edge – это то же самое, мы можем вставить Asin, нажать информацию. Это тоже примерная информация, которую вы можете посмотреть в кипе. Я предпочитаю лично смотреть ее в кипе, но, опять-таки, сегодня у нас обзор, я показываю, что вы можете сделать, все возможности Tactical Arbitrage. Вот здесь, значит, информация BuyBox, информация, сколько человек FBM, сколько человек FBA, что тут еще, примерное количество продаж, что я не рекомендую смотреть, категория, ну и так далее. Вот, значит, какая-то такая информация. Вот, так. Дальше, дальше, дальше. Вот здесь есть еще, смотрите, вот внизу есть, значит, сорсим с какой страны и продаем в какой стране. В теории мы можем поставить, например, что мы хотим сорсить в UK, и мы хотим продавать на, например, Амазоне США, да, и поставить эту страну. Я предпочитаю покупать в Америке и продавать тоже в Америке. Там тоже есть свои нюансы. Я покупала в Европе, и там Амазон у меня не принимал инвойсы, когда мне прилетали IP, потому что я покупала в других странах. Поэтому я предпочитаю этого не делать и вам как бы не советую. Так что вот здесь вот у меня стоят Штаты, и вот здесь стоят только тоже Штаты. Так, что еще? Наверное, и все. Вот обзор дашборда, наверное, это все. Опять-таки, если мы нажмем на кнопку вот этот View, мы можем посмотреть товары. Сейчас я покажу, что вот есть разница, да. То есть смотрите, мы можем, например, вот сделать вот с этой панели слева, да, мы можем сделать View Data и вот здесь посмотреть View Data. Это будет обычный, обычный search, да. Вот здесь там Reverse Search, то есть обратный search. Вот здесь опять-таки View Reverse. Это еще, ну, это получается вот эти поиски, результаты будут. То есть они разные. Немножко замудрено, да. Получается, Amazon Flips, это будет тоже вот View Flips, то есть отдельно это будет. Либо вы можете это сделать вот отсюда, с этой панели, либо вы можете сделать это вот дашборд. То есть вот сюда зайти один раз, да, например, утром. И вот здесь нажать как бы View. Так, на этом дашборд мы с вами рассмотрели. Переходите к следующему видео. Здорово. mas